Во многих школах Наринмара сегодня прозвенел последний звонок. Вступить в новую жизнь готовится почти 800 выпускников. Официальные торжества в большинстве школ только начались, а вот в первой линейка уже закончилась. Теперь старшеклассников ожидают традиционные для этого дня гуляния. Пока, правда, неизвестно, как повлияет на них погода. За праздником следит мой коллега Олег Хатанзейский. Ему слово. Вчера синоптики обещали, что на улице будет очень ясно и тепло, но на самом деле сегодня небо затянуто серыми облаками. Впрочем, это все мелочи. Сегодня школьники прощаются со школой в Ненецком обруге. Насчитали почти 750 выпускников из них, 11-ти классников, примерно 250 человек, но и 9-ти классников, 500 с лишним. Ну вот, если сравнивать с прошлым годом, то, в принципе, показатель особо не изменился. Изменилась зато дата проведения школьной линейки. Традиционно она про уходить 24-го и 25-го мая, но на этот раз ее организовали 22-го мая. Это связано с тем, что первый ЕГЭ пройдет раньше обычного 25-го мая проводить экзамен и последний звонок в один день. Но не очень, на самом деле, правильно и логично. Тут отдыхать нужно, а не думать. Но вот сегодня торжественное мероприятие во всех школах города и в поселке Искателей, в сельских школах. Последний звонок запланирован на 23-25 мая. Раньше всех линейка завершилась здесь, в первой школе в этом году. Ее окончили 99 ребят из них. Больше это 11-ти классников, 44 человека. Кстати, самый большой показатель среди всех школок в городе и вообще в регионе. Ну а к празднику пришли особенно для родителей и педагогов. Сами ученики заказали целую программу танцев, песни. Пели сами родители, ученики. Ну и хотя, еще стоит добавить, что повсюду цветы, повсюду воздушные шары. Хотя последний звонок в первую очередь это праздник счастья, но слезы не удержать. Плачут родители, плачут ученики и, конечно, педагоги. Они главные герои этого праздника. Ну давайте послушаем эмоции, которые сегодня царят в этом учебном заведении. С одной стороны грустно, а с другой радостно, что новый этап в жизни начинается. Взрослый. Волнение, нервничаю очень, очень сильно нервничаю. Так радость, что исследование училось. Преподавателям очень сильно привыкну. И атмосфера эта нравится. Не знаю, как-то страшно в взрослой жизни. Но еще стоит отметить, что в этом году в первой школе впервые в истории, вообще в регионе заканчивает кадетский класс МЧС. В классе 14 человек. И, как стало известно, почти все они уходят в учебное заведение. На это и получается, что в следующем году кадетский класс ликвидируется. Его не будет. Но мы пообщались с кадетами и рассказали, что чувствуют и что им удалось добиться за два года обучения в кадетском классе МЧС. Конечно, с одной стороны, печально, что школу заканчивали. А так еще и радостно. А есть гордость за то, что все-таки первый кадетский класс он заканчивал? Да, есть такая гордость. Ну, действительно, во всех школах здесь особенно царит праздничная атмосфера. И сами школьники еще не понимают, что они заканчивают школу. Хотя ведь это только формально. Они придут сюда не раз и на экзамен. И на протяжении всей жизни будут проходить, чтобы снова встречаться с своими любимыми педагогами. Присадиться за барду и вспоминать ту самую ностальгию, в течение которой она была 11 лет. Ну, торжественные линейки сегодня проходят, напомню, во всех городских школах. И там только все началось. И сейчас мы отправимся в пятую школу, чтобы посмотреть, что там происходит. Субтитры создавал DimaTorzok